концерт леди гаги был действительно это буквально то что я написал в инстаграм мне действительно понравилось это и и выступление было великолепным но больше вдохновения я черпал со сцены и хотел пойти туда верно джин тоже хотел туда пойти и чимин тоже из-за завтрашней сцены а мне нужно было сделать укол но я не мог найти подходящее время а мне нужно было сделать капельницу поэтому я остался в отеле джин тоже не мог поехать туда по каким-то причинам чимин тоже несколько мемберов хотели пойти туда я просто отдыхал вчера я устал поэтому отдыхал потому что когда ты идешь на концерт да так как это отличный концерт да ты в конце концов выпьешь правильно вы не можете сопротивляться я хочу пить и сходить с ума когда иду на концерт верно верно я также чувствовал что ты не сможешь устоять перед пьянкой особенно на концерте зарубежных исполнителей правда же а верно без шуток и я думаю что это действительно хорошо это действительно очень весело потому что это заставляет тебя чувствовать себя более взволнованным верно и подпевать да а вот так вы проявляете уважение к артисту тебе бы очень понравилось если бы ты смог пойти действительно я собирался выйти но мне сказали что я иду один я внезапно оказался в плохом состоянии со мне тоже было грустно но кого это волнует давай следующий раз вместе сходим пойдем все вместе мы можем пойти снова а на какой концерт сольный концерт джей хопа а на самом деле запах да я шучу как ты можешь это делать как ты можешь это делать как насчет песни а ребята а давайте переваривать медленно во время общения с нашими фанатами а затем мы что пожалуйста продолжай говорить почему а уберем еду продукты уходят а это очень умно что мы делаем прямо сейчас а что у что мы что мы мы и Это Джаз? Да. А что не так с моими волосами? Почему соединение снова нестабильно, когда я приблизился к камере? Невозможно, говорит он. Сексуальный. А мне так хорошо просто смотреть, как вы двое что-то делаете. Ты хочешь, чтобы я побыстрее ушёл? Я хочу отдохнуть. На самом деле, это моя комната, ребята. Мы как-то собрались в моей комнате. Как долго мы уже в эфире? Сколько? Чуть дольше 30 минут? 43 минуты. Так или иначе... А у меня было хорошее вдохновение в Лас-Вегасе. И у меня остались хорошие воспоминания. Лас-Вегас имел для меня большое значение. Особенно в это время. Тебе не интересно, что я говорю? Нет. Так внезапно нам нужно нагнетать эмоции. То, что вы почувствовали в Лас-Вегасе, почему мы вдруг говорим об этом? Серьёзно. Я никогда не видел такого солнца. А никто не заботится о том, что он говорит. Попробуйте обратить внимание. А видите, мы сделали всё внутри. Для шоу и всего остального. Недавно я разослал видео участникам. Видео со мной, когда я играл в гольф. Солнце было нешуточным. Погода такая хорошая. Это действительно так приятно. Здесь очень хорошо. Кстати, песчаная буря была недавно. Она была невероятной. Верно, погода так испортилась. Я понял большую часть этого правильно. У нас был график. И его отменили. Погода была такая плохая. Погода была действительно плохой. Что пришлось всё отменить. Правильно. Место съёмок было далеко. Я слышал, что такая буря бывает редко. Хотя... Хотя она всё-таки началась. Я слышал, что это случается один или два раза в год. По словам Арэм, у него было предупреждение. Это было что-то новенькое. А мой палец... Обычно я разминаю палец ноги. С тех пор, как ты растянул его для меня, я почувствовал себя получше. Место съёмок было далеко. А мы были там в течение двух часов. А потом его отменили. И так нам пришлось потратить ещё два часа, чтобы вернуться. Нет. Что ж, песчаная буря была хороша. Я плохо понимаю атмосферу джаза. Когда ты вернулся сюда? Я? Это было 28-го? Да, мы покинули Корею 28-го числа. Мы? Да. Три недели ещё не прошло. Три недели. Когда будет три недели, мы уедем. Да, три недели. Я думаю, этого достаточно. А, верно. Это было весело. Думаю, мне понравилось всё, что я мог сделать в Лас-Вегасе. Правильно, я тоже. Это было очень весело. Прекрасное время. Поскольку мы уезжаем из Лас-Вегаса с хорошими воспоминаниями, думаю, мы вернёмся сюда. Ты продолжаешь говорить одно и то же. А мы не можем закончить это сегодня. Ты сам это раньше сказал. Продолжаем в том же духе. Могу я пойти и принять душ тогда? Нет, позволь мне первому пойти. Вы можете поговорить с армией, пока я пользуюсь туалетом. Тогда и я... Нет, нет, нет. Закрой дверь. Пойдём по одному. А туалетная бумага? Пожалуйста, сыграй песню о жаркой погоде. Что ты имеешь в виду? Песня о жаркой погоде. Что-то вроде горячей песни. Да, горячая песня. Хорошо. Гарри? Да. Его песни великолепны. Если бы Чонгук был здесь, но его здесь нет. Это необычно. Я думал, он придёт. Я думаю, что мы всегда собирались вечером во время этого тура. Мы просто всё время остаёмся вместе. Сегодняшний Тиэмай? Сегодняшний Тиэмай. А, у тебя есть Тиэмай на сегодня? Есть хотя бы один Тиэмай. У меня их нет. А для меня у меня есть. А для меня... А я получаю птичку всякий раз, когда играю в гольф. Тиэмай. Люди называют меня гением. А, у тебя? Да. Когда люди делают мне комплименты, я продолжаю стараться. Что ты стараешься делать? Гольф. Люди говорят мне, что у меня всё хорошо, и я продолжаю играть в гольф. Ты хороший. Да, я тоже так думаю. Поскольку у нас есть вопросы на английском языке... Один из вопросов был сегодняшний Тиэмай, пожалуйста. Слишком много информации, братан. Хорошо, братан. Я умылся перед тем, как выйти сегодня. Какой был вопрос? Тиэмай. А для меня... Может, это и естественно. Люди обычно моются перед выходом. Когда я выступаю на сцене, я принимаю душ после проверки звуков. Но я впервые принял душ перед этим. Из-за сегодняшнего графика у меня не было выбора. Это мой Тиэмай. Разве это не скромный Тиэмай? У каждого свой распорядок дня. Да, всё верно. Да что такое? Я всегда умываюсь перед уходом. Верно. Я тоже. Я всегда должен принимать душ перед выступлениями. Это моя рутина. А можешь уменьшить громкость? Ладно. Спасибо. Это весело. Серьёзно. А мы можем изменить угол камеры. Подними её немного. А, вот так? Ой, подожди. Да. Что это? Что-то не то. Нет. Нет, нет, нет. Всё отлично. Если я подниму её вот так... Готово. Хорошо. Ты можешь сесть вон там. Могу я захватить нас всех троих? Да. Давай делать всё, что мы хотим. Ему это не нравится. Почему? Я думал, тебе это не нравится. Нет, я в порядке. Кажется, я только что прочитал твои мысли. Нет. В прошлом у нас был такой момент после концертов. Оставаться таким? Да, на диване. Именно вот так. Приятные ощущения после душа. Ну, мы просто стоим на месте. Мне не хочется мыть посуду. Мы просто сидим в своих телефонах. Так что после концерта мы так и остаёмся. Лежать здесь. В некотором смысле, может быть, мы уже не так энергичны. Мы говорили об этом раньше. По сравнению с прошлым, я думаю, это нормально. Раньше я и сумки таскал. А сейчас, после окончания концерта, я даже не могу снять туфли. Я вот так засыпаю. Я заснул. И на этот раз... Раньше мы все вместе обедали после работы. Да. Я заснул во время еды. Это случалось со мной? Ты был таким, да. А вот я и проснулся, чтобы поесть супа. И понял, что прошло шесть часов. Серьёзно. Рамен был таким сырым. А высота размокшей лапши была вот такой. Миска была полной лапши, которая выглядела очень плохо. Это еда? Она была такая. А я был таким. Я собирался перекусить, а тут прошло шесть часов. Это было так шокирующе для меня. Прошло. А, а такое бывало с тобой? Когда засыпаешь, разговаривая по телефону на кровати. Да. Ты просыпаешься, чтобы принять душ, а уже утро. Да, со мной такое часто случалось. Да, много раз. Я не могу этого вынести. Я только вчера лёг и спал до утра. Правда? Я просто сидел в своём телефоне, и у меня першило в горле. Поэтому я решил прополоскать рот. Я собирался прополоскать рот, но я не хотел двигаться. И свет светил прямо на меня. Я не задёрнул шторы. Поскольку свет проникал внутрь, я проверил время. Я думал, что проспал четыре часа. Оказывается, я спал восемь часов. Было слишком поздно для полоскания рта. Но я почистил зубы и использовал жидкость для полоскания рта. Когда это происходит, ты дико чистишь зубы. Это вот так. Высунутым языком. Вот так, как это. Почти как стирка. А я знаю. Вот так. Это такое грязное. Это так же, как мыть посуду. Это безумие. Иногда. Я достаю свои голосовые связки и промываю их вот так. Мойка. А потом ты начинаешь вибрации, да? А, верно. Ты как делаешь? Совершенно верно. Ай, с Чимином. С Чимином всегда очень весело. Мы так сильно смеёмся. А может быть, я не подхожу для эфира? Нет, это не так. Прошёл почти час. Пока мы не примем душ и не ляжем спать. Просто по-настоящему. Сегодня мы должны спать втроём, на одной кровати. Ты можешь лечь на этот диван. С закрытыми глазами. Чтобы увидеть, кто уснёт первым. Ладно, посмотрим, кто уснёт первым. Когда мы снимали Run BTS, это было... Что это было такое пушистое? А мы легли там и действительно заснули. Верно. Когда мы что-то делали с помидорами. Было ли это чем-то вроде релакумы? Что-то вроде воздушного шара? Диван? Правильно, что-то в этом роде. А я просто собираюсь делать свои дела. Интересно, кто-нибудь из других артистов? Делает V-LIFE вот так. Мои мысли на сегодня... Иногда я думаю о... Что я должен говорить с нашими фанатами, когда выступаю на V-LIFE в одиночку. Теперь, когда я вижу, как ты это делаешь, это то же самое. Почему ты переворачиваешь видео? Это моя прелесть. Почему такой экран? А в этом вся прелесть. Он сломан? Ну и в этом прелесть моего видео. А вот это нижняя часть. Он сломан? Нет. Что это? Нет, это просто очарование. О, это выглядит так. Ты намеренно так снимал? Да, это соотношение экрана было преднамеренным. А это атмосфера Инстаграм? Нет, это не так. Это просто на память. Я редактирую видео в эти дни. Так же, как то, что я делал раньше? Да. Я думаю, ты справишься лучше меня. Нет, я просто редактирую. Ты должен поделиться с армией. Это просто на память. Только для себя? Я беру много видео, так что есть много фракций видео. Поэтому я просто объединяю их все. Потом это организуется. Ты иногда их смотришь? Да, за то, что я сделал сегодня, я объединяю видео, которые я снимал весь день. Я просто собираю их вместе, используя функцию растворения. Оно растворяется? Я не знаю, что это. Ну, с эффектом затухания. Эй, не используй английский язык. Ай, растворить. Это будет мертво. Корейский каламбур. Поэтому мне нравятся комбинированные видео, чтобы сделать их более организованными. Сейчас 23.44. На самом деле 23.44. Армии тоже должны лечь спать. Так что мы завершим это в 12 утра. Я думаю, что было бы неплохо, чтобы закончить его тогда. Я прав, Чимин? Что ты делаешь? Ты приглашаешь меня на битву? А вы действительно занимаетесь своими делами. А я на Виверс. А, правда? Да. Итак, пока мы выступаем на Вилайф, а можем ли мы встретиться на Виверс? Когда мне нечего делать, я остаюсь вот так. А я только что читал это. Почему я вышел из системы? Привет. Привет. Давно не заходил? Бывает, время от времени вылетаешь. Пишет, что мне нужно зарегистрироваться. Нет. А, я вошел. Что происходит? Прошло всего 10 дней. О, сердечко. А, это похоже на мою тетю. Это точно похоже на мою тетю. Это похоже на мою тетю. А, я скучаю по ней. А, вы не делали этого в последнее время? Что это за селфи? А, я не пишу никаких надписей. И я нет. Это слишком. Как это? Типа, тебя надули, да? Это то, что мне удалось найти. Сегодня это работает не очень хорошо. А, я изнеможден. Я не умею делать селфи. Нет, ты не такой. Что это, бро? Насколько это мило? Похоже, ты удаляешь выделение из носа. Это как будто ты пытаешься удалить кожное сало. Как это? Похоже на то. Я только что оставил кричать вслух на Виверс всем. А есть ли тут подписчики с Виверса? Конечно, мой друг. Я этого не знал. У нас много подписчиков на Виверс. 14 миллионов. Это почти 15 миллионов. 690 тысяч. Социальное дистанцирование в Корее отменено. А, правда снято? Да, никакой самоизоляции больше. А, но деваться некуда. Как вы думаете, кто самый разговорчивый в пьяном виде? Когда мы пьяные? Это ты. Да, это Чимин. Чимин становится странно разговорчивым. Ты плаваешь. Это ограничено только Джей Хоупом и тобой. Плохая связь, мальчики. Вроде отстаёт. Видео будет загружено позже. Извините в любом случае. У нас сейчас нет никаких решений. Было бы лучше, если бы связь была бесперебойной. Эй, пожалуйста, выберите клубничный хвостик или лапша с соусом из чёрной фасоли со вкусом шоколада. А я бы не стал это есть. Я ненавижу оба. Боже мой, я ненавижу это. Я понятия не имею, почему люди воображают такие вещи. Знаешь, это карри. Что-то со вкусом карри и что-то со вкусом карри. Со вкусом карри. Инстаграм, вопросы и ответы. Что это? Подушка падает. А, ладно. Подушка падает. Ну, а Чунгук уже сделал это. Ты уверен? Верно. А зрителям теперь разрешено кричать и в Корее. А как только я попаду в Корею с рейса... А потом... Как только я выйду из аэропорта... Ещё до того, как сяду в машину. А, действительно. А затем... Ви, какой цвет волос ты хочешь попробовать? Ты сказал, что хочешь покрасить волосы. Да. Так внезапно ты? А может быть... Я не знаю, что мне сделать. Подстричься или покрасить волосы. Как насчёт того, чтобы сделать оба варианта? Это было бы хорошо. Ты можешь оставаться с такой длиной волос, но как насчёт того, чтобы обесветиться? Что-то светлее жёлтого. А, я думаю, было бы неплохо. Прошло много времени с тех пор, как я это делал. Ты когда-нибудь обесвечивал волосы? Да. Хорошо. Как насчёт цвета радуги? Что-то, что я попробовал раньше. Что с тобой не так? Только твои глаза заставляют меня смеяться. Мы будем жить вечно вместе. Мне нравится Чимин. Сейчас даже сложно оставить комментарий. Итак, позвольте мне объяснить словами. Почему ты измученный? Что такое? Меня сейчас видят? А вы видите это? Это не съёмка. Нанавер. Я путешествовал с Чунгуком. Мы рекомендовали наряды друг другу. Чунгук? Я думаю, что это Чунгук. Я знал, что он придёт. Хорошо. Ты занимался? Да. Ты закончил? Занимался боксом. Эй, Чунгук, а я поел. Занимался спаррингом? Подойди к нам. Эй, будь осторожен, это моя комната. Привет. Привет. Я должен был похудеть, но я поел. Ты поел? Извини. Эй, предатель. Еду просто расставили перед моими глазами, я не смог устоять. Я просто немного поел. Так расстроен. Это восхитительный запах. Здесь? Это случайно не запах пирдежа? Нет, нет, очень вкусно пахнет. Я был почти очарован. Запах кимчи. Ой, нет, нет, нет. Что, почему? Да, картина здесь. А вы закрыли это всё, не так ли? Что там? Это картина. А, фотография? Фотография. Верно. А ты действительно работал? Да, я занимался боксом. Я провёл спарринг, а потом... Я сделал пресс и спину. О, вау, он потрясающий. Эй, эй. Я... Это жёстко. Действительно. Бокс. Я чувствую, что моё тело разбито. Проведите спарринг. Мы сделаем это. Я пробовал это раньше. Ладно, хорошо. Я также попробовал это, узнав от Чунгука. Нет, это не то, что вы научились этому. Это было просто для твоего удовольствия. Чимин тоже начнёт заниматься боксом. Так что у меня будет партнёр. А, мои братья. А, ну ты ещё не принял душ? Мы все не приняли. О, мой бог. В последнее время стало труднее принимать душ. Ой, я облажался. А, эй, это будет загружено как есть. Хорошо, не так ли? Это большое дело. А вот почему вы должны принимать душ, как только вы вернулись в свою комнату. Исправление будет сделано утром. Хорошо? А вы знаете, мы очень часто так делаем на радиостанции. Мы идём туда рано утром. И на коррекцию семей мемберов уходит много времени. Правда, это было сложно. Ой, этот запах сумасшедший. Нет, там осталась варёная свинина. О, варёная свинина. Хочешь есть? Ты хочешь? Ой, нет, я лучше не буду. Я съем его завтра. Для лучшего завтра? Почему? Ну, поэтому я и планировал пробежаться 20 минут. Ладно, хорошо. Но уже поздно. Ай, нет. А, точно. Мы планировали закончить в 0000. Хорошо, я это слышал. А ты? Пожалуйста, скажи это нам. Я слышал это и присоединился, пока всё не закончилось. Я пришёл поздороваться. А мы когда-нибудь делали это в течение часа? Много раз. Да, много раз. Я делал V-Live в два часа. А, два часа? Да. И что ты там делал? Я был в своей студии. Он пел песни. А, правда. Кажется, что Чунгук в лесу. Ай, помогите мне, кто-нибудь. Что это за лицо? Продолжай двигаться. Ну что, сделаем фото на четверых? Я покажу вам угол моего папы. Мой папа всегда держит этот ракурс, когда фотографирует. А ну, поколение наших родителей. Фотографии. Раз, два, три. Ты прямо как папа. Мой папа так отвечает на видеозвонок. Эй, это папина точка зрения. Вот как это. Смотри. Хорошо. Это уже смешно. Как это? Смотри. Кимчи. Всё скрыто за ним. Мы можем видеть только глаза людей позади него. А знаешь, моя бабушка... Да. Моя бабушка очень хорошо делает селфи. У неё есть свои вибрации. А я знаю. А моя бабушка... Ну, когда это было? Я думаю, это был её день рождения. Я отправил это длинное текстовое сообщение. Угу. Ну, и я посетил её. И спросил. Бабушка, ты видела текстовое сообщение, которое я отправил? Потом она сказала, что даже не знала, что я посылал ей сообщение. Она проверила и нашла. Но она не умеет проверять сообщение. Ты сонный? Что случилось с тобой? Ты чувствуешь сонливость после еды? Да, верно. Это значит, что у тебя проблемы со здоровьем. Правда? Да. Эй, ребята среднего возраста, добавим немного вибраций. А нет, вы едва знаете о настроениях парней среднего возраста. А мой папа... А ладно. А мы должны поставить неизвестное изречение здесь. Например? Жизнь идёт. А запомни, и многоточие. Нам нужны точки. Как насчёт этой надписи? Наши воспоминания. А верно, это хорошо. И точки, да. Точки обязательно. А что ты делаешь? Вибрации парней среднего возраста. Вибрации парней. И тут прикрывая глаза. Я люблю это. Тебе это нравится? Пожалуйста, опубликуйте это. То, где глаза закрыты. Мы собираемся для идеальных вибраций сейчас. Один человек скрыт, а другой теряет фокус. И всё немного размыто. Объектив мы не почистили. Потому что он отвечал на телефонный звонок. Поэтому. Там остался жир. Так смешно. Отличная работа. Запах всё ещё остался. Правда. Я нормально приспосабливаюсь к этому. Так сильно пахнет? Нет, мне нравится. Это заставляет меня чувствовать себя голодным. Я вспотел. Позвольте мне первым пойти и принять душ. Ладно, иди. Давай завершим. Нет, нет, нет. Вы начали это вместе. Так что должны завершить это втроём. Нет, мы должны закончить все вместе. Хорошо, давай сделаем это вместе. Давайте сделаем это. Скажите несколько слов. Несколько? Слов. А трёхстрочное стихотворение? Одно слово. Как это? Нет. Четырёхстрочное стихотворение? Просто сделаем это. Удачи. А я не силён в таких вещах. А мы можем по очереди? Привет. Ты не можешь продолжать выживать таким образом. Пожалуйста, дайте нам ключевое слово. Афо банк фо? А кто хочет начать? А я не хочу быть последним. Не похоже, чтобы это было легко. Армии навсегда, BTS навсегда. Я пойду с А, а ты пойдёшь с Фо. Афо банк фо. Я пойду с А, а ты пойдёшь с Фо. Давайте составим рассказ. Значимый. А, а, а. А мой папа родил меня. Мы же прощаемся. А мы сочиняем стихотворение из четырёх строк, чтобы попрощаться. Попрощаться. Да неужели? Папа, что ты делаешь? Очень-очень. Фо. Сложно, это сложно. Это фони из лёгких. Я чувствую, что получил большой приз. Абанк. Я не уверен, что BTS и ARMY смогут. Я не уверен, что мы заслужили такой огромный приз. Всё ещё я не уверен. И я очень взволнован. Возбуждённый. Разве мы не пытаемся попрощаться? Во всяком случае, это то, что я чувствую сейчас. Ладно, фо. Я только что закончил рассказ. Есть слово «Навсегда». Я надеюсь, что мы могли бы продолжать делить эту радость навсегда. А, я люблю вас. Хорошо. Спокойной ночи. Доброй ночи. Хорошо. Я люблю вас, ребята. Пока. Спасибо, что присоединились. А мы примем душ и немного отдохнём. Чтобы завтра оставаться в наилучшем состоянии. Мы любим вас. Сердечко. Почему я так сильно потею? Может быть, я набрал вес? Может быть, это из-за варёной свинины? Сердечко. Раз, два, три. Всё. Спокойной ночи. Пока. Доброй ночи. Не нажимайте. Пока-пока. Твоя рука. Это не может выключиться из-за твоей руки. Правда. Останови это. Пока. О, мой бог. Это была озвучка Джейкоб. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...